Детский гематолог и онколог проводит Национальное общество детских гематологов и онкологов, Российское общество детских онкологов 23-25 ноября онлайн с широким кругом участников. На этом съезде будут обсуждены актуальные проблемы нашей специальности. Проблемы кауглопатии и новейшие препараты, которые используются сейчас в практике, это проблемы, связанные с трансплантацией костного мозга при целом ряде заболеваний у детей с широким кругом болезней, включая и обменные заболевания иммунодефициты. Это проблемы иммунодефицитных состояний детей, а также их связи с онкологическими заболеваниями, это проблемы лечения сольных образований, это проблемы трансплантации костного мозга и другие актуальные проблемы, которые возникают в результате нашей работы. Мы, естественно, не можем обойти вниманием течения заболеваний у детей, которые сочетаются с коронавирусной инфекцией. Мы также обсудим патогенез этой инфекции, потому что она нам очень хорошо знакома в болезни, сопровождающейся синдром активации макрофагов в виде лимфогиститарного синдрома и его разновидностей, имеет такую же клинику, связанную с развитием аутооспалительного процесса и с развитием нарушения гемостаза, с которым мы сейчас хорошо можем бороться именно с специалистами нашей специальности. Мы также обсудим вопросы, связанные с инновациями в области детской гематологии и онкологии. Нам удалось в этом году общими усилиями подготовить целый ряд документов утвержденных в Министерстве здравоохранения. Во-первых, это весь пул клинических рекомендаций по детской гематологии и онкологии. Сейчас он сопровождается разработкой стандартов медикоэкономических, и эти медикоэкономические стандарты позволят получить финансирование по определенным тарифам МЭСов, в рамках которых мы будем лечить дальнейшим наших детей в 2021 году. Мы также провели подготовку документов, а именно порядка оказания помощи по профилитетской гематологии и гематологии, объединенной специальности педиатра и гематолог-онколог, которая будет введена с будущего года, в том числе и программу переподготовки и подготовки специалистов, потому что будущая подготовка специалистов в области детской онкологии и гематологии будет занимать теперь в ординатуре три года, будет абсолютно полноценной, будет соответствовать мировым стандартам. Я желаю вам успехов в проведении нашей конференции, получения новых знаний, обмена опытом и новыми успехами в достижении целей лечения наших детей.